Добрый день! Сегодня анбоксинг. Кто-то помнит, что не так давно на канале было видео про MixUp 3х3 от Оскара компании VITIDEN. Ну, вот продолжение. Коробочка точно такая же. На ней написаны 4 версии и другие головоломки. И по коробочке мы видим, что авторство Оскара указывается только в версии 3х3. А у нас здесь версия 4х4 и уже имени Оскара в названии нет. Видимо, они так договорились. Это уже собственные разработки компании VITIDEN. Посмотрим. Открываем и видим перед нами 4х4. В коробочке, как обычно, инструкции нет. Все картинки только для основной модели, базовой. Только галочка указывает на то, что внутри. Снимаем пленочку. Ну и что мы видим? Сразу видим расцветка такая же, как в предыдущей версии. Размер точно такой же, а именно 66, что ли, миллиметров. Ну, около того. И это 4х4. Да, логотип только фирмы-производителя. Оскара уже нет. Ну, то есть версия 4х4. Смотрите, внутренние свои крутятся очень хорошо для такой головоломки. А вот крайние чуть похоже. Да. Что-то заклинивает. Ну, я думаю, это разработается. Миксар 3х3 он у меня разработался. Очень он мне понравился. Не так сложен и интересен сборке. Самое только в нем проблемное, это его перемешивать. Кого-то другого заставлять перемешает плохо, а самому перемешивать неинтересно. Возьмем для сравнения какую-нибудь четверку. К примеру, вот такую. Сразу видим, насколько она меньше. 62 мм, 66 мм. И это же миксап. Давайте проверять, что он умеет. Особенность миксапа, это то, что можно поменять центры и ребра местами. Да. То есть как миксап 3х3 он также работает. Ага. То есть вот здесь как бы прорезь есть, но до тех пор, пока вот этот элемент стоит на месте центра, мы вот так повернуть не можем. Но, если сдвинуть вот так, то уже оно вращается. Интересно. Но мне кажется, что сложность здесь будет не в этом. Или вообще здесь не будет особых сложностей. Так, давайте теперь проверим, что по отдельности. Ага. Внутренние слои. То есть можно вот один слой вот так вот поставить. И вот так вот поменять. Да. И это 4х4. Давайте попробуем помешать, как-нибудь поинтереснее. Видимо, я хочу вот так сдвинуть, но вот эти элементы мешают. Если я так поверну, уже все можно. Так, так. Ну и постепенно у нас превращается вот в такое вот чудо. Ну, вращать нужно, естественно, аккуратно. Сейчас я постараюсь поразбивать максимально вот эти ребра, чтобы было повеселее. Опять же, уже всякие вращения не блокируются. Ну, к примеру, хочу вот эти ребра разбить. Ну, здесь не вращается. Попробуем вот здесь. То есть сначала нужно что-то выставить. Выставить. К примеру, вот так. Ага. Хочу вращать. А оно тут не может. А что бы могло. Так, повернем. Все равно не может. Вот этот мешает. Как-нибудь, чтобы повеселее-то было. Ну, к примеру, так. А, и пока с непривычки трудно понять, где просто локапит, головоломка, где рядом не крутится. Ну, вот во что-то такое превращается. И, насколько я понимаю, здесь основная сложность в сборке будет исключительно вернуть форму 4х4. То есть, соответственно, расположить правильно реберные элементы на свои места. Здесь, как в кубике 3х3, миксап, не придется менять местами центральные элементы, чтобы он собирался. Поскольку при сборке непосредственно 4х4 мы соберем центры правильно. Да. И, если вспомнить, миксап 3х3, у него есть паритеты, и паритеты как раз четверочные, то есть, для четных кубов. У ЛЛП паритеты. Но, поскольку 4х4 кубик четный, то можно будет решить обычными способами. Для 4х4 здесь не будет паритетов. То есть, вот так вот, если поразмыслить, да, вот форму будет интересно повозвращать, но 4х4 будет проще, чем 3х3. Потому что 3х3, ну, пришлось немножко подумать для того, чтобы решить паритеты. Ну, если у ЛЛ, я думал, недолго, а то у ПЛЛ, мне, по-моему, даже у самого не получилось решить, а где-то подглядел на миксапе. А здесь паритеты четвершные. Да. Ну, что ж. Здесь также есть головоламки 3х3х4, 4х4х3. Я подумаю насчет них. Там, видимо, будет поинтересней. То есть, там по одной грани будет трешка, а здесь будет еще разрез. Посмотрим. Они не очень дорогие, хотя и не особо дешевые, эти миксапы. Но, по-моему, там, где я покупаю, в наличии вот этих версий 3х3х4, 4х3 не было. Но я их поищу и, наверное, в коллекцию я их докуплю. Как бы четверка не сильно удивила, но и не разочаровала, скажем так. Порешаем. Одно то, что она вот так вот оклинит, ее не повращаешь. И для того, чтобы что-то сделать, нужно выравнивать. Уже интересно. Мне пришлось сделать 4 дополнительных движения для того, чтобы совершить один поворот. Ну, да. Просто паритеты все потерялись. Ну, ассимилировались. В принципе, здесь можно будет выполнять алгоритм паритета, тот, который удобнее. Это как вот на Fischer 4х4. Вместо OLL паритета проще развернуть ребро на Fischer. Мало кто понял, что я имею в виду. Ну, ладно. Короче, можно будет использовать то, что быстрее и удобнее. К примеру, P-L-паритет удобнее взять четверочный, такой, который. А OLL-паритет проще взять миксаповский. Он короче, он быстрее, чем с четверки, этот длинный, выполнять. Вот такой вот миксап. Достаточно старая головоломка, но интересная. Не забывайте, что такие головоломки есть. Вот за кадром я дособирал миксап 4х4. И, как и предполагалось, как только я вернул форму, это стало обычным кубиком 4х4. Ну, конечно, это не так интересно было поначалу, как обычный миксап 3х3. Но все равно свои особенности есть. Ну, и подумать чуть-чуть тоже было нужно. Ничего такого принципиально сложного здесь не встретилось, в сравнении с обычным миксапом. Ну, так, для разнообразия. Посмотрим, что там будет с 4х4х3 и 3х3х4. Будет видно. Ну, на этом все. Всем спасибо. Всем пока.